Коридоры, в которых ещё не ступала нога школьника. С визитом из Пензы здесь заместитель министра образования региона. Импровизированную экскурсию решили начать с пищеблока, ведь это одна из самых главных зон ответственности. Для первых, для вторых, да? Всё, для чашечки. Да, всё есть и чашечки. И ещё в складских помещениях запасной резерв. Если что и осталось сделать, так это распределить по своим местам огнетушители, пока они стоят в углу. А вот в спортивном зале проводить занятия можно хоть сейчас. К услугам детей новый пол, лавочки, баскетбольные кольца. Инвентарь тоже достойный. Инвентарь достаточно. Достойный такой. Да, и прямо многие школы области могут позавидовать. Многие школы города могут позавидовать, а не то, что области. Большую часть здания занимают кабинеты начальных классов, оснащённые по всем требованиям времени. А если заглянуть в актовый зал на втором этаже, то можно увидеть, что тут позаботились и о комфорте для маломобильной категории. На сцену легко можно будет подняться при помощи специального устройства. За окном на открытой территории тоже большие обновления. Главное – это, конечно, футбольные и баскетбольные площадки, вокруг которых газон. Все прелести и преимущества от будущего учебного процесса в этом храме знаний оценят главные инспекторы – дети. Мечта была нашего директора, чтобы ей построили новую школу. Я думаю, и дети, и родители ждали этого события. У нас классы современные, оснащены современным оборудованием. И здесь есть все условия для развития ребёнка. Вообще у нас приёмка школ осуществляется после 15 августа всех образовательных организаций. Мы сейчас с вами прошли, посмотрели, но есть небольшие недочёты и недостатки. Я думаю, что к этому времени они будут устранены. Ну и школу примем без замечаний. В новом корпусе без проблем разместятся 255 человек. Уже сейчас от родителей на поступление в первый класс на столе директора более 50 заявлений. Кстати, к моменту проведения осенней линейки здесь постараются успеть благоустроить фасад старого здания. Старый существует с 1965 года. То есть она, конечно, требует тоже капитального ремонта. Но при своём визите, при осмотре нового корпуса Олег Владимирович поручил создать ПСД для того, чтобы и старый корпус школы тоже привели в тот вид, которым она должна быть. Сейчас поручение губернатора Олега Мельниченко уже выполнено. Проектно-сметная документация на дополнительные работы готова.